Пам-пам-пам-пам-пам-пам, сейчас. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сколько же крутых девайсов выпустили ребята из компании GeekVape. Среди них встречаются потрясные атомайзеры по типу Zeus RTA, есть маленькие подсистемы, и нельзя не вспомнить их, самую бронебойную линейку Aegis. И сейчас я расскажу вам о пяти плюсах девайса из этой бронебойной линейки, а именно о Aegis Hero. Внешний вид. Корпус мода покрыт резиной. Есть большая металлическая рамка, которая держит кожаную вставку с яркой строчкой. Я могу смело сказать, что вы вряд ли увидите подобный девайс у какого-то другого производителя. Еще одним приятным моментом в дизайне этого устройства является то, что вы одинаково удобно будете нажимать на кнопку Fire как указательным, так и большим пальцем. Функционал Ко второму плюсу я хочу отнести визитную карточку всех Aegis, а именно их защиту по стандарту IP67. Что же значит этот стандарт? Он означает, что девайс с легкостью переживет практически любое падение, попадание на него влаги, пыли и грязи. В общем, этот девайс можно брать с собой повсюду и не волноваться о том, что с ним что-нибудь произойдет. Внутри этого девайса разместился огромный аккумулятор объемом 1200 мАч. Заряжается он с силой тока в 1,5 А через порт microUSB. Это означает, что девайс зарядится от 0 до 100% примерно за 1 час. Эта кроха обладает сразу двумя режимами парения. На выбор будут представлены Bypass и режим Power с максимальной мощностью 45 Вт. Картриджи Третьим плюсом этого девайса можно смело назвать его картридж, потому что производители умудрились всунуть в такой маленький девайс картридж объемом 4 мл. Это означает, что даже если вы парите как паровоз, то одного такого картриджа вам хватит на день парения. Испарители Как понятно из названия устройства, AEGIS это подсистема, которая работает на картриджах, которые в свою очередь работают на испарителях. Производители не пожадничали и выпустили просто огромное количество различных испарителей, которые подойдут ко всем AEGIS'ам. Так что подобрать испаритель под свои нужды будет очень просто. Ну и еще одним приятным моментом является то, что они продаются во всех вейп-шопах. Обдув Ну и заключительным пятым плюсом я хотел бы назвать затяжку AEGIS Hero. Здесь регулируется обдув, что довольно редко встречается в подсистемах. Да, сигаретной затяжки в этом устройстве нет. Но если вы за ней не гонитесь, то и не страшно, поскольку она настраивается от хорошей кальянной затяжки до почти сигаретной. Немножко тугости не хватает. Единственный минус в регулировке обдува состоит в том, что когда вы будете крутить кольцо, вы можете иногда задевать дриптип, но после нескольких попыток вы перестанете это делать. Также девайс обладает поистине отличной вкусопередачей и способен создавать большие облака. А все благодаря его испарителям на сетке. В конце ролика я хочу сказать, что вы получаете действительно хороший девайс с большим аккумулятором, большим картриджем, огромным выбором различных испарителей и очень простым, но качественным функционалом. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.